Сны. Какие только не бывают сны у людей. И можно смело сказать, что немногим из них следует придавать большого значения. Есть разные причины сна, включая то, что люди чересчур много едят перед тем, как ложатся спать. Я вовсе не берусь объяснить, почему бывают у нас сны и как их истолковать. Это не цель нашей сегодняшней беседы, и при том, вряд ли я смог бы это сделать. Есть, к сожалению, люди, которые придают сновидениям слишком много значений и даже руководятся ими. Но я хотел бы добавить, что люди, которым даются сны, сны, которые явно от Бога, не должны в этом видеть какое-то особое преимущество, что, мол, они как будто духовнее других, потому что Бог говорил им через сон. Порой это может быть как раз доказательством обратного, а именно, что Бог не мог иначе достичь этих людей, как только через сон. Они до того заняты, до того поглощены своими планами и делами, что Бог не имеет к ним доступа. Они не способны слушать голос Бога, успокоиться и остановиться, чтобы Бог мог с ними поговорить. И вот, если человек не может успокоиться, остановиться и в тиши познать, что Бог хочет ему сказать, тогда Бог скажет ему сновидением. Бог не может говорить человеку на бегу, поэтому, если тебе Бог дает особый сон, то это не обязательно знак, что ты духовнее тех, которым не даны такие сны. Скорее, Бог иначе с тобой не мог говорить. Только таким образом можно объяснить сон, который приснился Иакову в первую ночь после того, как он оставил родительский дом. Он бежал от лица Исава, брата своего, у которого он хитростью взял первородство. А когда он был дома, то он был слишком занят, помогая Богу приобрести себе то, что так или иначе Бог был намерен ему дать. Он не мог ждать Божьего времени и поэтому прибег к методам плоти, коварству, чтобы ускорить Божий план. В этом плачевном состоянии беглецом находит Бог его одного в пустыне, спящим, с камнем вместо подушки под головой, под открытым звездным небом. Эта ночь оказалась первой возможностью для Бога передать свое слово своему непокорному чаду. Какая чудная весть ожидала молодого патриарха в эту незабвенную ночь. Дорогие друзья, если бы мы могли понять, насколько мысли Божии и Его пути выше, чем наши мысли и наши пути. Но как небо выше земли, говорит Господь, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Какую чудную будущность имел Господь для Якова. И вместо того, чтобы дать Богу ее осуществить, он берется сам ее выколачивать своими покрытыми мехом руками. И что же, он вынужден был бежать, но там, в пустыне, рука Божия его находит. И вот мы читаем, начиная с 11 стиха, 28 главы книги Бытия, такие слова. «И пришел Яков на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте». Кстати, тут следует отметить, что нет ничего случайного в жизни дитяти Божьего. Да, сердце человека может обдумывать свой путь, но Господь управляет шествием его. Не случайно и Яков остановился именно на том месте. Именно это место, Вифиль, должно было сыграть весьма важную роль не только в жизни Якова, но и в истории израильского народа. Дальше читаем. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, не бойся, земля, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». Есть два рода обетования – условные и безусловные. «Если что попросите во имя Мое, — говорит Христос, — то сделаю». Это условные обетования. «Получение зависит от Моего прошения. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это обетования тоже условные. Но обратите внимание, что то обещание, которое Бог сказал Иакову, то, что Он ему обещал, не заключало в себе никаких условий. Тут вы не найдете слова «если». Его нет. «Я, Господь, Бог Авраама, Отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему». Тут нет малейшего намека на какие-либо условия. «Я, Господь, Я дам тебе», и дальше «Я с тобою, Я сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и Я возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». Ни одного условия. Все эти обетования подтверждаются семикратным Божьим «Я». «Я, Господь, Я дам, Я с тобою, Я сохраню» и так далее. «Бог должен был показать Якову, что не Он, то есть Яков, капитан своей жизни, но Бог, и что Бог Сам исполнит то, что Он обещал, своим путем, а не путем Якова. «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». Разве не следовало бы обличить Якова, указать ему на его преступление? Казалось бы, что следовало бы так сделать, но мы не слышим ни одного слова обличения, только чудное обетование. Да, Бог знает, как поступить со своим чадом. «Что Я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после». Это Христос сказал Петру, которому он только что умыл ноги. Петр тоже попал в руки Господа. И как кусок глины в руках горшечника, так человек, избранный Богом в руках Божьих. Он его не оставит, пока не сделает из него сосуда угодного ему. Никто не может похитить нас из пронзенных рук нашего небесного горшечника, слава и благодарение ему. Но прошу отметить, что сон этот был лишь началом. Как часто бывает, что мы неправильно понимаем то, что Бог нам говорит. Немедленно мы начинаем истолковывать нашим собственным разумом, как, где и когда должно исполниться обещанное. Посмотрите, как реагирует Яков. В 16 стихе мы читаем, Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Во-первых, Он был совершенно нечувствителен к присутствию Божию. «Истинно Господь присутствует на сём месте, а я не знал». Что это говорит нам? Что Бог везде. Бог там, где ты сейчас находишься. Тебе никак не избежать Бога. Чувствителен ли ты к Его присутствии или нет? Это не изменяет факта, что Он там. Что сказал пророк Даниил богохульному развратнику царю Валтасару? Ты вознёшься против Господа небес, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Как далеко, о человек, думаешь ты, всемогущий Бог от тебя? Твое само дыхание в руке Его и все пути твои на ладони Его. И вот когда Яков проснулся, узнав, что Бог на том месте, сказано, что Он убоялся, и убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не иное, что дом Божий, это врата небесные. Почему он убоялся? Почему страшно? Ведь Яков был человеком веры, он желал Божьего благословения, он хотел получить первородство, и первородство имело духовное значение. Почему он тогда убоялся, когда обнаружил, что Бог был с ним, что не оставил его, и что он стоял у самых ворот небесных? Причина была в поражении в его духовной жизни. Хитрость, обман, коварство, подлость сделали его неспособными ощущать присутствие Божие. И не мудрено, что когда он узнал, что Бог с ним, он пришел в страх. Да, он верил в Бога. Он не был каким-нибудь безбожником. Так что его проблема не была в том, что он не верил в Бога, но он не верил, что Бог справится без его помощи. Он всегда пытался ускорить божественные действия своей мудростью и лукавством, и хитростью. Такова история Якова. И вот его неспособность доверить свое дело Богу приводила его всегда к каким-то родосделкам, как с людьми, так и с самим Богом. И это мы видим сразу же после получения такого чудного обетования Божия, данного ему без всяких условий, где Бог ему говорит, я Господь, я дам, я с тобою, я сохраню тебя, я возвращу тебя всю землю, я не оставлю тебя до колени, исполни того, что я сказал тебе. И вот после этого семикратного я Господня, как реагирует Яков? В 18 стихе мы читаем, «И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, что значит Дом Божий». И затем в 20 стихе сказано, «И положил Яков обед, сказав, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бог только что сказал, что всё это он даст Якову, не ставя никаких условий. А Яков что делает? Он начинает торговаться с Богом. Вы заметили? «Если Бог будет со мною, и если Он сохранит меня, и если, и если, тогда вот, что я сделаю, я дам Богу десятину». Торговля. Он хочет заплатить Богу за то, что Бог обещал дать ему даром, по благодати. Дорогие мои, сколько раз мы делали обеты Богу? Да, с одной стороны, это говорит об искренности человека, но мне кажется, что Бог серьезно не принимает наши обещания. Он отлично знает нас, знает наш состав, знает, из чего мы сделаны. Без наших обетов Он обещал, что Он не оставит нас до колени, не исполнит то, что Он обещал сделать. Бог хорошо знает, насколько мы устойчивы и способны стоять, когда на нас напирает волны искушения и испытания. Подумайте, если Господь бы серьезно поверил нашим обетам и обещаниям. Помните Симена Петра? «Если все отрекутся от Тебя, обещает Он, то не я». Не всякого сомнения, Он был искренен, побуждаем порывом чувства верности к Своему Спасителю, но Господь не принял его всерьез, и поэтому говорить Ему, «Всю ночь Ты отречешься от Меня трижды». Припомним другой случай, когда апостол Павел, взяв на себя обет, вместе с четырьмя, которые тоже имели на себе обет, вошли в храм в Иерусалиме. Об этом говорится в 21 главе книги Деяния. Тут не сказано, в чем состоялся этот обет, и не сказано, что их поступок принес какое-нибудь благословение, им или другим. Единственное, что сказано, это то, что в храме произошел большой хаос. Иефай, один из судей Израиля, помните эту историю, дал обет Богу, что если Бог даст ему победу над аммонитянами, то он вознесет на всесожжение первого вышедшего из ворот его дома по возвращении его с миром от аммонитян. Зачем нужен был такой обет? Он не был побужден Богом. Это была ревность, но не по рассуждению. Бог его не требовал, он не велел ему этого делать. Бог и так дал бы слуге своему победу. И кто же первый выходит Иефаи навстречу? Его же дочь, его ребенок, и при том единственный, которого он имел. Какое горе принес этот необдуманный обет для Иефаи, его супруги, дочери и многим другим. Иефаи имеет многих последователей, которые в искренности своей дают щедрые обеты Богу. Один обещает никогда не жениться, другой обещает никогда не идти к врачу или употреблять какое-либо лекарство, третий дает обет поститься в определенные дни или молиться столько-то часов и так далее. Мой друг, Господь не требует от тебя этих обетов. Одно Бог требует от нас, чтобы все то, что во свете лица Его не угодно Ему, мы исповедовали и отстранили от себя без компромисса. Когда ты так поступишь, тогда ты можешь доверить свое дело Богу и благодарить Его за Его верность, Его обетованием. И тогда, покорившись Богу и доверяясь Его обетованием, тебе нечего будет делать со своими обетованиями. Бог еще приведет Якова к покаянию, ибо Он сказал, «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». Не лучше было бы и Якову исповедовать свой грех, обман и коварство, вместо того, чтобы делать обеты Богу, которых Бог не просил Его. Богу угодно чистое сердце, а не наши обеты, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Да, Слово Божие требует от нас не обета, а нашу веру в Того, Который дал нам Свои обетования. Придем к Нему с молитвой псалмопевца, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И если ты еще не познал Христа, как своего личного Спасителя, то Он не просит твоих обетов и обещаний, Он хочет твоей веры в Его обетование. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. И Тот, Который берется спасти тебя, Сам Иисус Христос, Он не оставит тебя, доколе не завершит это святое дело в тебе. Слава и благодарение Ему. Аминь. Лygen. Наши христот. Испытаемся. Тотikk pay. Теткип.